Привет, меня зовут Треха, это Любовь к кальяну Рокин Ролл. Друзья, на вашем экране появляется новый видос, в котором мы делаем миксочки для кальяна. Мы не отступаем от своих правил, что это уже нахуй никому не надо, но если вы смотрите, значит вам надо. Короче, выкладывал сегодня сторис о том, что искал, что из Малайзии можно забить, прикольно смиксовать. Вспомнил, что есть манго дезерт, я о нем рассказывал вам в сторисах. Хороший вкусец, и я что-то встал еще за стоечку, тут такой, ааа, сделаем какой-нибудь улун. Сегодня сделаем тропический улун, то есть это молочный чай, слегка травяной и с ярко выраженными фруктиками. Ароматизированный зелененький, мне кажется, будет прикольно. Что нам потребуется? Малайзийский манго дезерт, мы быстренько сейчас его оформим в чашечку. Ааа, манго достаточно сладкий, с легкими травянистыми оттенками, так что здесь нам в улун самое-самое оно. Дальше, милкшот сатира. А теперь смотри, я беру и заранее вскрываю в банке нахуй. Не охуеешь? Заранее, think about. Короче, травянистый манго с легкой травянистой оттенкой, сладкий, с десертными оттеночками. Его мы дополним молочной составляющей от мелкшота сатирчика. Вообще, это сгущеночка, но она на чистом курении, например, очень яркая. А при этом в миксах ее нужно не так много, наоборот, точнее, ее нужно много для того, чтобы ее выделить. А когда нам нужно оттеночно где-то молочность вкинуть, самое оно, так, 15, наверное, 10% от всей чашечки. К этому всему делу мы добавляем персик от Daftica. Он достаточно насыщенный, один из таких, которые хорошими, то есть в любой ситуации я его возьму и буду в нем спокойненько уверен. Таких персиков там штук 6 я насчитаю, поэтому этот туда же. Дальше, лемонграсик от Daily Hookie. Правильно же, лемонграсик взял? Все верно. Его надо прям совсем немного. Этот вкус здесь для придания травянистости нашему чайку. Уже пахнет хорошо. И жасминовый чай, да, от Чабы. Его прям вот легкий остаточек здесь прям его чуть-чуть-чуть. Что нам это дает? Чайную основу мы берем из жасмина и лемонграса. Убираем касание всего этого. Теперь хорошо. А чайную основу с жасмина и лемонграса получаем. Манго дезер плюс милкшот дают такую улуновую, знаешь, мягкость чая, слегка сливочную. И насыщенные фруктики, соответственно, из Малайзии и Daftica. Пахнет клево. Я надеюсь, что курица будет так же. Быстренько грузим сюда на кальян и смотрим, что получилось. Обсудим замены и как еще можно это заменить. Друзья, наш чайный кальян почти приведем в готовность. Почему я говорю почти? Для чайных кальянов я рекомендую равномерную подачу жара чуть раньше раскурку, чем полный прогрев. Для того, чтобы ароматика выделялась более плавно. Не было резких скачков. Например, если мы прогреем его сейчас полностью, дождемся, то жасмина будет прям много. То есть он будет у нас во всем вкусе присутствовать. И это испортит нам впечатление от фруктового восприятия. Поэтому что мы сделали? Мы раскурили чуть раньше. В итоге персик с манго. Персик дофтовый. Давайте сразу по заменам. Персик меняется на любой устраивающий вас. Их разных производителей есть много-много достойных. Любой меняется. Под рукой был дофтовый. Мне он нравится, я его взял. Манго Дезерт. На что можно поменять? На спектрумовский Морнинг Манго. Ну, прям вот его прям совсем чуть-чуть. На любой сладкий манго, который вас устраивает с легкими сливочными оттенками. Лемонграсс. Лемонграсс от Дели Хуки также меняется на абсолютно любой. Все уже выпустили лемонграсс. С этим все в порядке. Либо на какие-нибудь спокойные травки. Например, тот же базилик. Очень едкая травка. Вам не подойдет сюда. Жасмин Ти от Чебаки. Также можно взять жасминовый чай Спектрума. Можно взять бразильский чай Спектрума. Грин Ти Берна также вам подойдет, например. То есть, замена не проблема. Мелкшот Сатира. Более узкий профиль, скажем так. Менять чуть сложнее. Нужны хорошие мягенькие сливочки. Можно взять сгущенку от другого производителя. Там есть еще парочка. Сейчас не накидаю. Короче, любые спокойные сливки вас устроят в этом миксе. Что у нас получилось? Скреп с кальяна. Вот видишь, он даже немножечко еще не готов. Потому что, я говорю, иначе жасмин прогреется полностью до момента, когда прогреются вот эти вещи и будет прям сплошной жасмин. Общий травяной фон чайный. Конечно, жасмин присутствует во вкусе. Ну, в целом, я так и хотел. Дальше. Спокойные фрукты на фоне без едких терпких персиков, без там каких-то слишком травяного манго. Спокойно фруктовый фон присутствует. Лемонграссик играет вместе с жасминчиком. Его практически незаметно. Он также создает вот этот просто травянистый оттенок. Соответственно, мелкшот Сатира просто это все умягчает, делает слегка сливочным. А когда я думал об этом колене, я ориентировался на что-то такое ближе к молочному луну. Хотелось сделать с фруктами. Поэтому выбор пал на вот эти табаки. По заменам я вам рассказал. Рекомендую для этого дела компотик. Чуть пониженный жар, раннюю раскурочку. Будет вообще супер бомба. Друзья, не забывайте, что у нас есть Telegram в чат. Там проходит розыгрыш активности, обсуждение, приглашение на съемки. Всякое-всякое такое. Просто ссылочку внизу ткнули, перешли, вас в чатик к нам бросил. У нас есть там свои даже очень стильные стикеры. Которые нам отрисовали. Спасибо вам, что посмотрели. Как всегда, слушайте хорошую музыку. Любите кальяны и любите твоей женщины. Пока-пока. Опять оговорился, да? Ну, это я. Хм. О. Продолжение следует. Продолжение следует...